МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, начинаем! Два года ожиданий, два года переживаний, волнений. Но настал 2022 год, и она вернулась. Гонка чемпионов в Сосновке. Это будет жарко. Поехали! По традиции гонка чемпионов начиналась с торжественного открытия. Гонщиков приветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент автоваза Николай Амур. Сегодня здесь, в столице автопрома России, по традиции стартует новый сезон автомобильного спорта. Рождественская гонка настоящих чемпионов, я уверен, принесет много интересных заездов, спортивной борьбы. И, конечно же, будет победить. Сегодня известная рождественская гонка открывает спортивный сезон. Мы очень рады видеть лучших пилотов России. Гонка чемпионов этого года отличалась от предыдущих. На 24-й рождественской гонке было ограничено количество зрителей. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Болельщиков, гонщиков, механиков, журналистов пропускали на гонку по QR-кодам. Гонка чемпионов стала таким уже брендом не только Тольятти, Самарской области. Это стала брендовой гонкой всей страны. И, на мой взгляд, это лучшая зимняя трасса в Российской Федерации, где собираются лучшие пилоты со всей страны. А теперь поговорим о самом интересном, о соперниках Кирилла Ладыгина, на гонщиках, которые в этом году попытаются отобрать у нашего чемпиона, возможно, восьмой титул победителя гонки чемпионов. Итак, поговорим о составе участников 24-й гонки чемпионов в Сосновке. Во-первых, это первый в истории России пилот Формулы-1 Виталий Петров, легенда российского дрифта Аркадий Цареграцов, главный соперник Ладыгина Дмитрий Брагин, а также пилоты команды «Ладоспорт», «Роснефть», гонщики РСКГ и «Ролисты». Уже все понятно в этом году стало, ну, мне понятно, что, как работает шина на этом льду, поэтому все нормально, все по плану, и здесь надо сохранять спокойствие, хладнокровие. Кирилл, каждый раз, когда я сюда приезжаю, задаюсь вопросом, сможет ли кто-то тебя обогнать. Сейчас какая у тебя мотивация, и кто твой главный соперник в этом году? Если смотреть по квалификации, сейчас Владимир Шишенин очень быстро едет, и по времени этого дня тоже хорошо смотрится. Дмитрий Брагин тоже неплох. Поэтому все могут составить конкуренцию, все могут объехать. Как и прежде, все участники гонки чемпионов Сосновки сражаются на ярко-желтых специально подготовленных спортивных «Лада Веста». Давайте поговорим о технических характеристиках этого автомобиля. Начнем с двигателя. Он имеет 170 лошадиных сил, атмосферный, объем двигателя 1,6 литров. Трасса в Сосновке ледовая, поэтому нашим гонщикам на специально подготовленных «Лада Веста» нужно чем-то цепляться за поверхность трассы. Поэтому на автомобилях установлены специальные гоночные шипы размером 4,5 мм. Я очень люблю эту трассу, и многие пилоты считают это одной из лучших и самой интересных. И несмотря на то, что здесь практически каждый год проходят соревнования, она каждый год немножко разная. Поэтому мы с нетерпением всегда ждем и любим гоняться здесь, особенно на «Ладах», потому что это специально подготовленные машины конкретно под эту трассу. Поэтому очень здорово здесь себя ведут, и все это отмечают. И удовольствие, которое ты получаешь от пилотирования этого автомобиля на этой трассе, невозможно описать их словами. Гонка чемпионов состоит из нескольких этапов. Первый – групповой. Четыре пилота гоняются друг с другом, а борьбу продолжают только двое. Затем пришел момент стадии плей-офф – гонок на вылет. Сюда пробились восемь лучших гонщиков. Ладыгин, Санин, Шешенин, Петухов, Воронов, Петров, Нуриев и Брагин. В полуфинале уже оказались четыре пилота, которые и должны были определить победителя. Самые яркие сражения начались в борьбе за пьедестал. В заезде за третье место гонялись Брагин и Воронов. Кольцевик против Ролиста. В итоге сильнее оказался Дмитрий Брагин, уверенно победив в двух заездах. В любом случае подиум – это достойный, я считаю, результат. При таком, скажем так, составе участников, здесь и дерзкая молодежь, и уже бывалые такие спортсмены, все мастера. А в борьбе за главный кубок соревнований – серебряную ладью – сошлись учитель и ученик – Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин. Парни подарили нам невероятный финал. В первом заезде Ладыгин цепляет снежный бустер, теряет время, и Шешенин приходит первым. Во втором заезде Ладыгин ошибается на старте, Шешенин вырывается вперед, но затем Кирилл догоняет соперника и забирает второй заезд. И только в третьей гонке Ладыгин оформляет победный финиш. Рекордный восьмой чемпионский титул подряд завоеван. Достраствуют наши гонщики! Достраствует российский автоспорт! Ура! Действительно, это волнительно было, что я еще проиграл первый заезд финальный, и Владимир чуть ошибся. Это говорит о уровне пилота, что очень сильно, и может выиграть каждый. Но потом собрался чуть, проехал без ошибок и смог победить. 24-я гонка чемпионов в Сосновке подошла к своему завершению. Мы стали свидетелями яркой борьбы лучших гонщиков со всей России. В финальном заезде встретились учитель и ученик Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин. Три заезда, три финальных поединка за главный приз. В итоге восьмой чемпионский титул завоевал Кирилл Ладыгин. Это единственный гонщик, который столько раз выигрывал гонку чемпионов. Уверены, в следующем году мы увидим такую же яркую борьбу. Иван Шумилин, Андрей Комиссаров. Специально для канала «Тольятти-24». Игра топ-уровня, невероятные эмоции, интрига до финальной сирены – таковы тезисы матча Лада Ростов. На игру с ростовчанками нашу команду выводил новый тренер Екатерина Маренникова. К тому же «Тольяттинки» хотели взять реванш у «Ростова» за обидное поражение в Кубке России. Ближе к середине первого тайма «Ладе» удалось создать отрыв в счете 4-0. Некоторое время «Тольяттинки» держали преимущество в 2-3 мяча. Но затем «Ростов» взял игру под свой контроль и забрал преимущество себе. Итог первого тайма – 14-15 в пользу гостей. Мне кажется, что в начале игры мы были немного расслаблены. И потом мы все-таки включились, потому что мы знали, что нужна энергия, что «Лада» всегда нам навязывает хорошую борьбу и игру. И просто включились через 10 минут. Как думаете, за счет каких компонентов, каких подсказок тренер «Ростова» смог перевернуть эту игру, и ваша команда вышла вперед? В целом он сказал, что в защите мы действуем нормально. Мы пропускаем только свои мячи. И нам единственное, что не хватало – это завершение нападения. Мы стали забивать, и игра сравнялась. Во втором тайме на площадку вышла уже другая «Лада». Команда, которая дисциплинированно играет в обороне и грамотно проводит атаки. Возможно, именно в перерыве Екатерина Маренникова смогла достучаться до своих игроков. Исход матча во многом решили перехваты Натальи Решетниковой. Несколько раз наша гонболистка неожиданно отбирала мячи у «Ростова», убегала в быстрый отрыв и забрасывала мячи. В концовке встречи удача была на стороне «Тольятинок». В итоге трудовая победа «Лады» 30-29. Фантастической игры между «Ладой» и «Ростов-Доном». Мы подводим с лучшим игроком матча в составе «Тольятинской» команды. Рядом со мной Наталья Решетникова. Но давайте разберем этот невероятный матч по косточкам. Вначале повели 4-0, потом «Ростов» нас догнал. В этот момент руки опустились или знали, что можем бороться? Можем бороться. Руки у нас не опускались. У нас были задачи, несмотря ни на что, никуда не торопиться, без паники и доводить сюда верного. Кто тренер говорил в перерыве? На какие ошибки он делал акценты, чтобы их исправить во втором уже тайме? Главное не торопиться. Там по-линейному были сказаны указания. И это наша игра. Нужно доказывать. Нужно дорожить мячом вперед, быстро, назад, еще быстрее. Все в наших руках, что мы можем и что мы должны доказать сами себе. Во время трансляции я лично в вашем исполнении насчитал три перехвата во время атаки Ростова. Это вы знали, что они так будут разыгрывать мяч и есть шанс отобрать его? Или это просто во время игры приходили такие идеи? Мы наигрываем это на тренировках. И на тренировках нас Екатерина Александровна говорит пробовать, чтобы на игре это от зубов отскакивало. И ты все равно видишь, потому что смотришь на центрального. У них очень умный центральный и смотришь по ним. То есть Екатерина Александровна сделала на это акцент, чтобы забирать эти мячи. В какой момент второго тайма вы уже понимали, что можно забирать эту игру в свою пользу? Когда вы чуть-чуть поверили в успех конечный? А мы всю игру верили. То есть у нас не было такого, что мы проиграем. Мы верили до конца. И последний вопрос. Насколько сильно такие эмоциональные победы помогают поднять командный дух в раздевалке? Для нас это была очень важная игра. Потому что, вы знаете, у нас были пять поражений подряд. Что мы были сами в какой-то яме. И нам надо было доказывать в первую очередь себе и за тренера. Что мы за Екатерину Александровну тоже боролись, чтобы ее поддержать. И нам это нужно было сделать. Спасибо большое за эту победу. Итог встречи между Ладой и Ростов-Доном мы подводили с лучшим игроком в составе Тольяттинской команды. Субтитры сделал DimaTorzok